Строки Привет! Сегодня мы изучаем строки. Строки — вещь полезная, встречается почти всегда в реальных задачах. Мы немножко с ними уже работали, например, писали какие-то конкретные строки в двойных кавычках, когда выводили в самом первом занятии. Сегодня научимся делать более сложные вещи. В первую очередь подключим библиотеку. Она называется string. String по-английски — это нить, на которую как бы нанизываются отдельные символы. В русском языке для всего этого есть одно слово «строка», в английском таких слов несколько. String — это последовательность символов, а line — это последовательность символов, которая заканчивается переводом строки. Ну, что-то немножко похожее на абзац. Итак, мы подключили библиотеку, теперь создадим переменную типа string. String s. В нее можно сразу положить какое-нибудь значение, записанное в двойных кавычках, но мы этого делать не будем. Читать, как обычно, с помощью c-in, а выводить с помощью c-out. Пусть, например, пользователь нам представился, а мы хотим с ним поздороваться. Напишем hello в кавычках, и можно писать плюс имя. Плюс — это сложение строк. Строки просто слепаются между собой. Посмотрим. Например, нас зовут Вася, мы пишем это, и получаем hello, Вася. Чтение строк с помощью c-in читает по словам. Например, если мы сделаем две строки s1 и s2, и считаем их с помощью c-in, ну и попробуем вывести их через пробел, то получится такая штука, что мы сможем вводить наши два слова как угодно, как числа. Разделяя пробелом, одним, несколькими. Или даже переводами строк. Например, abc, куча пустых строк, def. Вот у нас в первую попало abc, во вторую – def. Часто возникает необходимость считать строку целиком. То есть не отдельные слова, а все до символа перевода строки. По сути, абзац. Для этого есть специальная функция, которая называется getLine. По-английски это line, напоминаю. У нее первый параметр — это поток, из которого читать. Ну, у нас он один, это c-in. И второй параметр — куда читать строка. Ну и выведем, что получилось. Выводится все по-прежнему с аутом. У нас есть всего один способ это делать. И вот здесь сколько бы мы пробелов не ввели, что бы мы не делали, все, что до перевода строки, до нажатия Enter, оказывается в одной строке. В компьютере все хранится как числа, в том числе и строки. Ну, на самом деле строка представляется в виде набора чисел. У каждого отдельного символа есть свой код, какое-то число, которое по табличке сопоставляется с этим символом. Отдельный символ хранится в переменной типа char, сокращение от char, символ по-английски. Ну и мы можем, например, сочетать строку и в эту char переменную положить нулевой символ, то есть который стоит первым в нашей строке. Нумерация строки точно такая же, как в векторе, начинается с нуля. Узнать длину строки можно с помощью метода size, а обращаться к отдельным элементам можно так же, как и в векторе, с квадратными скобочками. Единственное отличие, в строке ничего нельзя менять. То есть взять и поменять конкретный символ нельзя. Ну, посмотрим, что выведется у нас, если мы хотим вывести char. От строка вывелась первая буква Е. Здорово. Что это означает? Когда мы выводим char, то выводится символ, соответствующий этому числу. Мы можем узнать код этого символа, то есть каким числом на самом деле кодируется этот символ. По аналогии с переводом вещественных чисел в целые, мы можем воспользоваться словом int в круглых скобочках. Приведение типа. Мы приводим тип char к типу int. И выводится будет число, код нашего символа. Например, код символа А 97. Это маленькая латинская буква А. Запоминать этого ни в коем случае не нужно. Единственное, что нужно помнить, что у нас все буквы расположены по алфавиту. То есть, если буква А имеет какой-то код, то у буквы B код на единицу больше, у буквы C на 2 больше, ну и так далее. Точно так же где-то отдельно лежат цифры. У цифры 0 какой-то код, у единицы на 1 больше, у двойки на 2 больше. Ну и понятно, как со всеми остальными считаются коды. Посмотрим конкретную задачу. Пусть мы хотим заработать кучу денег на курсе акций, которые то падают, то растут. Когда акции будут стоить дешево, будем их покупать, а когда будут стоить дорого, будем продавать. Допустим, у нас есть сайт. Мы каким-то образом скачали страничку и смотрим HTML, то есть ее содержимое. И там где-то среди всего этого мусора лежит цена акций, то, что мы хотим достать. Первая наша задача – читать строку и выделить из нее только цифры. Ну, будем считать, что там одно число, и если мы слепим все цифры, которые нам встретились в одно число, это и будет цена акций. Поехали. Читаем мы строку, ну, пока что она у нас одна, с помощью getLine. Бегать по всей строке можно с помощью цикла for. Так же, как мы делали это с векторами, самый простой способ – это auto c://s. Автоматически будет определяться тип переменной c, в нашем случае это будет char, и мы будем последовательно смотреть на все символы строки s. Что нужно сделать с ним? Если символ цифра, вот что мы хотим проверить, как это делается. Если код символа больше либо равен коду цифры 0. Когда мы хотим получить код какого-то символа, мы пишем его в одинарных кавычках. Итак, у нас код больше, чем код 0, и меньше, чем код 9. Все цифры попадают в этот диапазон. Если это правда, то печатаем очередной символ. Так, вот у нас какой-то мусор, мусор, мусор и число. После него тоже может идти что угодно. В результате работы нашей программы остается только число. А теперь представим себе ситуацию вполне реальную, что, например, вы скачали какую-нибудь страничку, и хотите из нее выделить цену конкретной компании. А там их 100 штук, и вам нужно найти какую-нибудь. Например, мы хотим торговать акциями компании «Рога и копыта», которая там имеет какое-нибудь обозначение на бирже. РКПТ. Что нужно сделать? Нужно сочетать кучу строк и выбрать только подходящую из них. То есть, которая содержит в себе под строку с именем компании. Пусть нам задано число «n» — это количество строчек, которые нам нужно обработать. Мы будем бегать по всем строчкам. Обычным формам, это мы уже хорошо умеем. И на каждом шаге цикла считывать очередную строку. Вот оно у нас уже есть из предыдущей программы. Этот кусочек нам тоже понадобится из предыдущей программы по выделению цифр. И осталось только научиться проверять, что эта строка содержит ровно название нашей компании. Это можно сделать с помощью метода «Find». У строчек есть куча всяких прикольных методов, уже написанных за нас, которые здорово облегчат нам жизнь. В частности, «Find» позволяет найти подстроку в строке. Например, вы хотите проверить, что в вашей длинной строке есть какое-нибудь слово. Берете и ищете это слово «Find». Если оно нашлось, то «Find» вернет, то есть на место «Find» в арифметическом выражении подставится число, равное номеру первого вхождения под строки в строку. Если же не нашлось, то «Find» вернет минус единицу. Таким образом, как нам проверить, вообще где-нибудь в строке стоит название нашей компании или нет? поискать название компании «Find». И если результат не равен минус единице, то есть оно где-то нашлось, то делать, собственно, вот эти все наши действия. Попробуем. Пусть у нас есть две строки. Какая-нибудь первая компания, которая мне подходит. Опа. Смотрите. Мы ввели два и ждали, что программа вообще сочетает нас в две строки. Она сочетала только одну и кончилась. Сейчас я расскажу, почему так происходит. Когда мы читаем числа с помощью CIN, то наш курсорчик, грубо говоря, куда мы сейчас смотрим, какие символы обрабатываем, останавливается сразу, как только число кончилось. После этого мы делаем getLine. GetLine читает до перевода строки. А перевод строки появляется сразу, потому что мы остановились ровно после числа. Как избавиться от этой проблемы? После считывания числа сделать еще один getLine, который считает просто пустую строку. Тогда наш первая смысленность, getLine в цикле, как раз будет читать то, что нужно. Проверим, что проблема решилась. Итак, какая-нибудь компания нам не нужная и чего-нибудь, содержащее в качестве под строки название интересной нам компании. Работает. Посмотрим еще одну задачу. Пусть на нашем сайте название компании может быть написано маленькими буквами или большими буквами, или с большой буквы, или вообще как угодно вперемешку. Но мы хотим четко понимать, что это именно наше название. Find не найдет такую подстроку, если она будет написана большими буквами. То есть он строго проверяет соответствие регистра букв. Таким образом, наша задача свелась к тому, что из строки, неважно какой, нужно сделать строку, состоящую, например, из больших букв. То есть, если символ, маленькая буква, то нужно превратить его в соответствующую большую букву. А все остальные символы оставить без изменений. Как мы будем поступать? Отдельные символы строки мы менять не можем, поэтому нам придется делать новую строку, в которой мы постепенно будем накапливать изменения. Вначале она будет пустой. Пустая строка — это просто кавычка-кавычка. Затем, с помощью нашего любимого цикла forSavta будем ходить по всей строке и делать следующее действие. Если очередной символ — это маленькая латинская буква. Как это проверить? Его код больше либо равен коду символа A и меньше либо равен коду последнего символа в алфавите Z. В такой ситуации нам нужно превратить маленькую букву в большую букву. Как это делается? Создадим переменную, которая обозначает номер буквы в алфавите. Чтобы узнать этот номер, нужно из кода символа вычесть код буквы A. Получится число от 0 до 25. Делается это вот так. Поскольку у нас все числа, то все будет работать. И после этого к строке S2 мы прибавляем символ такой. Большая буква A плюс номер буквы в алфавите. Все. К S2 прибавилась большая буква в ситуации, если нам встретилась маленькая латинская буква. Else во всех остальных случаях просто добавляем то, что там было. Программа стала большой и сложной. Давайте я подпишу комментарий, чтобы не запутаться. Этот for предназначен для перевода букв. Регистр называется. Дальше. Давайте по ходу исправлять ошибки. Надо вспомнить, для чего это. Это у нас предназначено для поиска подходящей строки. Мы все буквы сделали большими. Соответственно, меняем то, что мы ищем на большие буквы. И ищем мы в новой строке, а не в старой. Ну и бегать можно тоже по новой строке. Хотя, в принципе, со старой тоже будет работать. Так, теперь наша программа должна научиться работать независимо от регистра букв. Вот наша первая не очень хорошая компания. И вот набранное, как попало, название нашей компании. Все нашлось. Для строк C++ сделана куча методов, которые могут быть полезны для решения разных задач. Со многими из них вы познакомитесь в практическом занятии. Сейчас я покажу еще несколько, чтобы было понятнее, как с ними работать. Возьмем такую задачку. Пусть у нас есть строка, содержащая в себе предложение, которое заканчивается точкой, восклицательным знаком или вопросительным знаком. Ну и сначала узнаем, на какой позиции находится первый знак припинания. Считываем строку. И печатаем первое вхождение знака припинания. Как это можно сделать? Можно три раза отдельно поискать find точку, восклицательный знак и вопросительный. Но есть более прикольный метод, который называется findFirstOf. Найти первый из перечисленных в строке символов. Вот три интересных нам символа. Попробуем, ищет ли оно их. Ну это, наверное, больше десяти должно получиться число, будет похоже на правду. Да, одиннадцать. То есть на одиннадцатом месте при нумерации с нуля встречается первый символ из перечисленных в параметре findFirstOf. Решим более сложную задачку. Пусть нам нужно вырезать второе предложение в текст и вывести его. То есть вот у нас в одну строку записан весь текст, мы хотим достать из него только второе предложение. Как мы будем это делать? Второе предложение начинается после первого знака припинания. то есть позиция первого знака припинания у нас записана. Теперь нужно найти следующий за ним знак припинания. Это делается опять же с помощью метода findFirstOf. Параметр у него тот же, что мы ищем. И еще один параметр. Начиная с какого места мы будем искать. с first плюс один. То есть начиная со следующей позиции. Этот параметр также есть в функции find. То есть если вам просто нужно искать, например, все вхождения, то вы сможете циклом while пробежаться find с двумя параметрами. Запомним, где у нас было второе вхождение. И теперь нужно печатать все символы, начиная с first и заканчивая second. С первого знака припинания до второго знака припинания. Можно сделать это с помощью цикла for, а можно воспользоваться методом, вырезающим под строку из строки. Такое тоже есть. называется substr substring под строка. Параметры у него такие откуда, начиная с какого символа резать и сколько символов. Second минус first Давайте посмотрим, что получилось. Если что-то получилось не так, то поправим. Введем первое предложение, какое-то второе, ну и, например, третье. Действительно, вывело что-то похожее на второе предложение, но зацепило несколько символов. То есть, вот эту самую точку первую, первый знак припинания и пробел после него. Пусть мы хотим сделать все красиво и не хотим, чтобы они у нас выводились. Тогда отрезать под строку нужно, начиная с first плюс 2. Это уберет точку и пробел. Ну и символов нужно резать на 2 меньше, чтобы у нас не зацепило с другой стороны. что-нибудь. Да, теперь вырезал красиво. На этом закончим с примерами и перейдем к практике. Сегодняшняя практика немного отличается от всех остальных. Во многих задачах есть подсказки. То есть, каким методом нужно воспользоваться, его описание, описание его параметров. Вообще говоря, все они похожи на то, чем мы уже научились пользоваться, так что проблем быть не должно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok